Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллах. Ва салату ва саламу аля Расулиллах. Ва аля алиху асхабиха аджмаин амма ба'ад. Продолжим синтаксический разбор суры Аднази'ат. Мы проводили разбор Айта идхаб илля фирауна иннаху тага. Дошли до слов Илля, Илля фирауна. Илля это харфу джерн предлога родительного падежа. Мабдио аля сакуни с неизменяемым кончанием сакуном на конце. Фирауна маджрурум би Илля поставлен харфом Илля в состояние джер. Родительный падеж. Ва аля муту джерри признак падежа джер в этом имени. Аль фатхату злахирату фи ахири хиявна фатх на его конце. Почему фатха? Ли анна хусмун мамнуан минасарф. Так как это имя на конце которого нет тонуина. Насловно переводя имя лишённое тонуина. То есть так называемое двухподдержанное имя. Почему? Ли ла аля мит валу жмати. Так как это имя собственное и не арабское, не арабское происхождение. Ва аль джер ва аль маджрурум предлог родителю падежа Илля. И поставлено им состояние джер. Имя фирауна все это мута аликани бидхаб. Состоят смысловой связкой с глаголом идхаб. Разбор идхаб мы уже проводили в предыдущем уроке. Дальше. То есть не будем каждый раз повторять всё сказанное. Мы уже много раз разбирали подобное. Мы обняли ал-фатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Иннаху аль-хау это домир и муттаср на слитное местомение. Мы обняли ал-дамми с неизменяемым окончанием с дома на конце. Фима халли на сменном месте падежа на сменитину падежа. Исму инна. Имя частицы инна. Тауа это фиалум мадын. Глагол прощающего времени. Мы обняли ал-фатхи и мукуддари аля ахри. С неизменяемым окончанием со скрытой подразумеваемой на конце фатхи. Манамин в глаголе хатта адлур. Проявица которой помещала невозможность огласовать букву алиф. Истихала тута хрикель алифы. Алиф здесь в виде или форме я. То есть на конце этого имени. Уфааль и уфааль действующие лицо это домирон мустэтрун фиги Джавазан скрытый в нем в допустимой форме местомение. Который выражен мислименем хуа. Тақдилу хуа. Вал фиалум маа фааилихи. Глагол тага со своим фаал мислименем хуа. Все это джумлятун фиалитун. Глагольное предложение. Фимахалли рафа инна месь паджа рафа имениттун паджа. Хабару инна. Хабар часицы инна. Ва инна маа смеха в хабариха часицы инна. Вместе со своим истмом, именем и хабаром. Все это джумлятун сметан. Именное предложение. Тақли литун. То есть указывает на причину появления в глаголе идхаб. То есть Отправляются к нему, к фараону, так как он. Или из-за того, что он, так как он перешел границу. То есть как будто сказано Это предложение не имеет места в падеже. Следующий ает это Если у тебя желание или стремление очиститься. Ольфа это харфа артвен союз. Ва бниу ардфатхи с неизменемем кончайним с фатха на конце. Кул это феалу амрин. Глагол павелена преказа. Ва бниу ардфа кунь с неизменемем кончайним с секунем на конце. Офаилу и офаил это Дамыр мустерун фиㅎ ёжубан. Скрыта в нем в обязателлен форме меслемения. Тақдируху анта. Которая вырожда на меслемен ем анта. Ва бниу ардфа зафа кулея. Глагол «куль» со своим фаалом, то есть антавсиата жумлетун фаалитун, глагольное предложение. Ма атуфатун бил фаи аля жумлати «изхаб», соединено союзом «фа» с предыдущим предложением «изхаб». «Фа хи фи махалли насбин ау ла махалли лахамин аль арабика саби qati'а». Таким образом, предложение «куль» или же оно на месте поджар насб, то есть «кала», он сказал «изхаб ва куль». Если мы скажем, что первое предыдущее предложение «изхаб» фи махалли насбин, или же оно не имеет места в падеже, так же как и предыдущее предложение «изхаб». «Халли» от харфу стифамин «вопросительная частица» «мабню аля сукуни с неизменяемым окончанием с сукуном на конце». «Лака ляма от харфу джарин» предлог родительного падежа «мабню аля л-фатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце». «Почему ляма огласован фатха? Лиэннаху дахла хуна аля аддамили». Так как харф «лам» добавлен к местомению. Когда он добавляется к явному имену, он бывает с кастры, как, например, «Аль-Хамду лиллахи» и «Аль-Китабы» или «Мухаммадин». Когда добавляется к местомению, он бывает огласован фатхой «Лака», «Лана», «Лаху», «Лаки» и так далее. Единственное местомение, с которым он бывает огласован к кастре, это местомение первого лица единственного числа «я». И то из-за того, что местомение требует кастры предшествующей буквой. «Аль-Каф» — это дамирин муттасленный слитное местомение, мобнил аль-Фатха с неизменяемым кончанием с фатха на конце. В махалле «жар» и «намеси паджа» «жар» родительного падежа. «Валь-жар» и «валь-маджруру» предлог родительного падежа «лам» и находящиеся посредством него на месте падежа «жар» родительного падежа «мисмени каф» «все этому талликали бимахзуфин» состоят смысловые связки с удаленным амином фактором «фимахалле раф» и «намеси паджа» «рав» «таджар» «маджрур» «намеси паджа» «рав» имени кафаджа «хабран мукадаман» предсказуемое, поставленное перед своим подлежащим. «Валь-муктада» «муктада» «подлежащее махзуфин» «удалено» подразумевается. Вот тактира, она может, например, подразумеваться «иакуну би ай-й калиматин мунасибатин лил макан» То есть она может подразумеваться любым подходящим по смыслу словам, например, «халлака рагбатун аумайдун аутоваджухун илла ахри» То есть есть ли у тебя желание, стремление и так далее. Значит, рагбатун, например, если мы скажем, что муктада – это рагбатун, это будет муктада махар, подлежащее, поставленное после своего сказуемого. Потом уже «валь-муктада» «макхабарихе подлежащее рагбатун и его сказуемое ляка» все это «жумнатун фиалитун» – именное предложение. «жумнатун смитун» – именное предложение «фимахалли нас бинамеси падежа нас винитину падежа». «Акул ликоли» То есть скажи ему, скажи что, скажи ему вот эти слова, вот это предложение. Поэтому это то, что называется «макул ликоль», то есть это на самом деле «мафул бихи ликоль». Прямое дополнение глагола «куль». Остановимся на этом, продолжим и чало на следующем уроке. Валлаху а'лам.